Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И завершая разговором в втором послании апостола Павла к Тимофею, мы обратимся сейчас к последней, четвертой главе этого послания. Большую часть четвертой главы, конечно же, содержат приветы, которые апостол передает тем или иным своим сотрудникам. Но перед этим он продолжает начатое в предыдущей главе и говорит о том, что он призывает Тимофея всегда при всяком удобном и неудобном случае проповедовать Слово Божье, проповедовать о том, что дар бескорыстной щедрости, дар помилования Бога дан во Христе Иисусе. И вот это дает нам возможность и одновременно призвание жить во Христе Иисусе. Вот это важно проповедовать. Удобно, неудобно, вовремя, не вовремя. Настаивая на этом во время и не во время, говорится на дальний перевод. По большому счету только это важно. И он определяет это как ответственность Тимофея и, соответственно, то главное дело, которое Тимофею поручено. Но еще при этом, конечно, обратим внимание, он говорит в самом начале, «Заклинаю тебя Богом и Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его». И здесь, конечно же, уже видно, как христианская мысль, может быть, еще не в совершенно чистом виде, но все-таки сосредотачивается на Богочеловечестве, Господа Иисуса Христа. Павел говорит, вот перед ним, это он будет судить живых и мертвых. И снова мысль апостола возвращается к последним временам, как раз когда будет Христос судить живых и мертвых. И, собственно говоря, развлечение между оправдываемыми и осуждаемыми, между теми, чье упование верно и чье упование неверно, это развлечение оказывается тем, что Павел называет здравым учением, благой вестью о спасении во Христе. Вот в последнее время будет время, когда здравого учения уже держаться не будут, а будут созывать в себе каких-нибудь учителей, которые будут говорить что-нибудь эдакое, которые льстили бы их слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Ну, конечно же, в первую очередь, Павел имеет в виду такие ранние протагностические течения в христианской среде, особенно в иудео-христианской. Ну, в то же время, может быть, это и не так для нас важно, а для нас важно, что у нас тоже существует обширный фольклор, мифология, которое, ну, в общем, никакого критического мышления не выдерживает. Там здравое учение не ночевало во многих баснях о каких-нибудь там чудесах и прочих невероятностях. Да, ну, и, знаете ли, даже иногда находятся люди, которые считают эти странные чудеса, они вполне достоверные, прям доказательством истинности православия. Вот это вот то, о чем Павел пишет. Перестанут слушать истины и обратятся к басням. А мы призваны держаться здравого учения, здравого, без вот этой вот басенности. И это очень актуальная сегодня вещь, очень актуальная, потому что, ну, все-таки, понимаете, человечество движется вперед благодаря критическому мышлению. И общее направление эволюции человеческих личностей в сторону критического мышления и здравого учения, поэтому вот эти вот все басни лучше как-то растерять по дороге. И уж во всяком случае не пытаться использовать их как средство пропаганды, скажем так. Апостолу же Тимофею Павел говорит, ну, ты на эти басни не ведись, ты всегда будь трезв, бдителен во всем и совершай дело благовествования. Вот Павел призывает, таким образом, Тимофея к такому трезвомуслию. О себе же он говорит ему, а я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. По-видимому, апостол чувствует, что осталось ему совсем недолго, поэтому, собственно, и говорит об этом, и это превращает все послание в такое его завещание к Тимофею. И добавляет он к этому знаменитые слова, подвигом добрым. Я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Ну, в общем, да, жизнь-то Павла практически подошла к концу, он имеет право подвести итог. И он говорит, я делал правильно, подвязался добрым подвигом, славно боролся, изберег веру. Вот завершил свой путь и сберег веру. Что, собственно, по-видимому, и является для него главным. А теперь готовится мне венец правды. Теперь Бог готовится принять меня. В назначенный день вручит мне этот венец праведности Господь, и не только мне, но и всем, кто любит его и ждет пришествия его. Таким образом, посмотрите, течение совершил, веру сохранил, подвигом подвязался, для Павла синонимом того же самого, то, что дает венец праведности, любить Бога и его пришествия, любить Христа и ждать его пришествия, ждать, когда этот день настанет, готовиться к нему, трудиться для того, чтобы это произошло. Ну и, наконец, в заключение 4 главы апостол просит передать... Апостол передает, вернее, простите, Тимофею информацию о том, кто, по-видимому, из их общих знакомых, где, что делает в данный момент. Мы узнаем о том, что с Павлом находится только Лука, и, по мнению исследователей, это имеется в виду апостол и евангелист Лука. Павел просит привезти к нему Марка, евангелиста. Далее он сообщает, кого, куда он отослал. И вот еще одна просьба, такая, казалось бы, маленькая и простая. Принеси мне филонь, плащ, который я оставил в траде у Карпа. Ну, во-первых, плащ не бог весь какой-то дорогой предмет гардероба. Ну, наверное, и не дешевый, и плащ, наверное, был хороший тот, который Павел Апо оставил у Карпа в траде. Но, тем не менее, вот он просит принести, и это в каком-то смысле свидетельствует читателю о том, что Павел вовсе не может позволить себе такими вещами разбрасываться. Для него это важно. У него нет возможности приобрести другой плащ. Да он и, собственно, не хочет он. Видит для себя возможным только попросить, чтобы ему принесли его плащ. Ни на кого другого он здесь опереться, ну, или принудить кого-то другого, решить проблему плаща. Он не хочет. И еще он говорит, принеси книги, особенно кожаные. Имеется в виду книги, написанные на пергаменте. По-видимому, в собственности апостола были некоторые книги, и ужасно интересно было бы узнать, что же это были за книги. Ну, некоторые предполагают, что может речь идти о текстах Евангелия или хотя бы документе Ку. Ну, может быть, но крайне маловероятно, конечно же. Тем не менее, для апостола важно, что эти книги большая ценность, они ему нужны. Он только что сказал, что он уже становится жертвой, но книги ему еще нужны, потому что еще вот некоторым образом мысль апостола Павла работает, и служение его не остановилось. И он сообщает Тимофею о том, что когда он пристал перед судом, никого рядом с Павлом не было, все его оставили. И при том, что, по-видимому, насколько можно судить по тексту этого и других посланий, историки полагают, что защитная речь Павла в суде, то есть вот то, что все на дальнем переводе, назван первый его ответ в суде, при том, что никого не было, и, по-видимому, эта защитительная речь была неудачной, и наказание Павлу стало неотвратимым, и режим ухудшился, и так далее. При всем том, сам Павел говорит, что для меня это возможность в укреплении Господа благовествовать язычникам. Ну вот, и все язычники благовествуют, а я избавился из львиных челюстей. И вот пусть Господь сохранит меня для своего небесного царства. Даже не слишком удачная защита на суде, повторяю, для Павла это возможность донести Слово Божье, возможность донести благую весть еще до каких-то людей. Ну и, наконец, заключительные приветы, и заканчивается этот текст, как обычно в посланиях не только апостолу Павла, но и других авторов той эпохи, благословением и молитвой о читателе. Продолжение следует...